Самый сложный этап строительства работы по устройству несущих конструкций цокольного этажа практически преодолен. Рабочие залили плиты перекрытия первого этажа и приступили к гидроизоляции фундамента. До декабря этого года здесь должны возвести каркас и запустить отопление при помощи модульной котельной, для того, чтобы в зимний период строительство продолжалось. За счет того, что мы зимой будем полностью, полноценно трудиться, мы планируем сократить срок выполнения работы с контрактного до 1 сентября. Было отставание, но мы отставание сократили и, соответственно, выходим на опережение графика. По действующему контракту завершить работу по строительству должны были в ноябре будущего года. Но за счет того, что детский сад возводит с опережением графика, сдать объект в эксплуатацию планируют уже 1 сентября 2023-го. По проекту дошкольное учреждение рассчитано на 240 мест, включая Ясельное и находится в границах улиц Воронежская, проспект Кирова и Старозагора. А это как раз тот густонаселенный район, где существует острая нехватка мест в дошкольные группы. Детский сад строят примерно по такому же проекту, по которому возводили дошкольные учреждения на Ташкентской. Проект выбран типовой, но он доработан с учетом нынешнего законодательства и действующих реалий. То есть мы учли все пожелания заведующих из тех садов, они будут применены на этом детском саде. Детский сад также будет оснащен всем новейшим оборудованием, полный комплект. Место строительства было согласовано с жителями ближайших домов. Ранее на этой площадке находились незаконно установленные постройки и гаражи. Открытие дошкольного учреждения самарцы ждут с нетерпением, ведь появятся не только дополнительные места для малышей, но и квалифицированные педагоги, которые помогут детям в социализации. Надо, чтобы они воспитывались в нормальных, хороших условиях. Поэтому как же без квалифицированных воспитателей обойтись? Никак. Надо, чтобы у нас было культурное и развитое население. В настоящее время на объекте трудится порядка 30 человек. В зимний период специалисты проведут работы по устройству ограждающих конструкций и смонтируют внутренние сети отопления. Набор в детский сад будет объявлен после сдачи дошкольного учреждения в эксплуатацию. Ольга Павлова, Василий Колдашов. События.